Привет, друзья! Сегодня 23 числа в 21 час бесплатный ликбез. Защита от стресса для всех. И для взрослых совсем, и для подростков, для детей с 15-14 лет. Всем подходит. А здесь вот велосипедист. Я хочу вам интересную вещь сказать. Это, во-первых, я посвящал Нодару Беридзе. Но сейчас я скажу, почему у него такой подбородок. И вы просто удивитесь, как люди понимают друг друга благодаря инстинкту подражания. Сейчас, сейчас я расскажу, подождите секунду. А мой друг Нодар Беридзе, там скоро будет другое лицо. Именно такое, как у него было, такое мужественное. Потому что Нодар Беридзе – автор, руководитель всемирного движения эстафета «Добра». Организатор и основной участник веломарафона «Путь мира». 28 стран, 65 тысяч километров. Член общества Чахасани, войска патриарха. Член географического общества Грузии. Представитель Грузии в Альянсе народов мира. Член комитета по спорту Ассамблеи народов Евразии. Доверенный представитель программы «Жди меня» и так далее, и так далее, и так далее. Да, короче говоря, я ему сказал, вот картина, которая будет сопровождать тебя. И она все время его там сопровождала. И сейчас хочу узнать, как у него там дела, потому что сейчас вот эта ситуация в мире происходит. Где там он несет добро, пусть напишет. Я ему передам это видео, запиской тоже. Пусть откликнется, расскажет нам, как там что-то происходит в мире, да. Ну, это первое. А теперь вот, что важно. Видите, какой подбородок? Он такой напряженный, видите, да? Сейчас я хочу вам открыть секрет маленький, психофизиологический. На чем основано взаимопонимание людей между друг другом? На том, что вот вы смотрите, вот смотрите, да, и невольно напрягаетесь тоже. Невольно. И когда мы смотрим какую-то картину, и когда мы смотрим какой-то фильм, или читаем какую-то книгу, мы вслед за тем, что мы читаем, мы вслед за образом, невольно у нас мышечная система организма, то напрягается, то расслабляется по такому контуру. И за счет того, что когда мы разговариваем с каким-то человеком, мы невольно, подражая внутренне, его внешнему облику, как он вздохнул, как он повернул плечом, как он повернул голову, мы невольно сопровождаем его движение внутренним повторением, то есть на инстинкте подражания. Это у нас в крови от рождения инстинкт подражания помогает взаимопониманию. Вы сейчас поймете, через какой механизм. Мы невольно воспроизводим, подражая инстинктивно, его движение, тем самым наши мышечные группы там на бессознательном уровне реагируют, и мы начинаем чувствовать его состояние и понимать, о чем он говорит. Поэтому здесь я нарисовал именно такое напряженное лицо, такой подбородок, он прямо вот так, и когда вы смотрите, вы тоже вот так, и у вас происходит понимание, что там. Таким образом, помните голова профессора Боуэль, Дуэля? Как одна голова была, тела не было, и он столько думал. Так вот вопрос возникает. Может ли голова, может ли разум, может ли интеллект без телесного сопровождения размышлять, переживать, сопереживать, понимать? Один искусственный разум. Но, допустим, сделают интеллект какой-то без переживания, сопереживания, это же главное. А почему я Нодаре Беритсе сказал? Истовета добра. А мы создаем науку человечности. Я там провозглашаю, что Достоевский правильно говорил, красота спасет мир. Но не все понимают, на вкус и цвет товарища нет, а вот доброта, добро, сопереживание, любовь, чувство бесценности живого, чувство сотрудничества, локоть товарища, это то, что спасало во всех войнах, во всех кризисах, во всех трудных ситуациях. Сейчас трудная ситуация, и когда мы развиваем в себе человечность, определяем там все понятия, что такое доброта, что такое отзывчивость, что такое дружба, что такое честность, что такое порядочность, что такое мужчина. Я, например, считаю, что для мужчины слово крепче поцелуя. Дал слово, держи, тогда ты мужчина. Ну, для женщины она же у нас богиня, как говорится, она всегда права. Ну, ладно, я ей шучу, конечно, я ей рассказываю интересные вещи. Вот сегодня рассказал и про Нодара Беритсе, моего друга, несущего добро по миру, и нас, которые создаем ключевые моменты, что же такое человечность, человечность и добро, и доброта, и любовь, и отзывчивость. Мы, наша школа человек будущего, хомофутурс, очень нужны сегодня миру. Очень нужны, и поэтому мы дружим с Нодаром Беритсе. А всем, кто новички, которые к нам зайдут сегодня на ликбез, сегодня 23 часа, будут выходить в Zoom, пожалуйста, запомните. Вот сейчас, например, идет у нас жара в Москве. У каждого человека там, кто живет где, кто в Канаде, кто там в Греции, кто в Италии, кто в Москве, кто в Белоруссии, кто в Украине, у нас же много там людей, и все люди разные. Пожалуйста, запомните. Первое, что нужно делать, у нас же не только там люди, которые развивают творческие качества, и мы помогаем по этой технологии, по методу Круч найти в себе состояние творца, превращать стрессы в новые достижения во всех областях жизни. Пожалуйста, запомните, если новичок придет и посмотрит, первое, что надо делать, вот температуры меняются, адаптационный механизм организма, прежде чем перестроиться, напрягается. У кого он застревает напряжение, то чувствует голова болит, или тревоги, или плохо спит, и так далее. Итак, записывайте первые две недели, как календарь, как закон. Неси себе эту точку определенности в неопределенной обстановке. Температуру записывайте, геомагнитную обстановку записывайте, атмосферное давление записывайте, дождь, ветер записывайте в своем городе. В гугл выходите и записывайте. Кто этого не делает, ко мне потом звонят люди. Помогите нам от стресса избавиться. Ко мне же сотни людей звонят. Вот у меня в списке, которые только, как говорится, ну вот, ой. Ну все время звонят, я говорю, ты в гугле записывайся, а что это такое? И постоянно им должен повторять и повторять, они на моей шее сидят, я каждые вечера только этим и занимаюсь. Поэтому надо записываться на гугл, на ютуб, на ютуб записываться, извините. На гугле я уже записываю, набирайте хасаи, сразу увидите. На ютуб канал запишите, чтобы вы могли новости получать, чтобы ликбезы не пропускать. Это бесплатно. Моя помощь ближнему в наше трудное время. Вся школа человек-будший, хомофутурис, вам помогает. В моем лице. И там выходят помогать и подсказывать. Да, да. И так, ладно, короче, записывайте вот это. Прошлые ликбезы, посмотрите все ютуб, наш метод ключ-хасаи-лива, посмотрите. Там увидите ликбез в какой-то теме, ликбез в какой-то теме, ликбез в какой-то теме. Посмотрите несколько, это я для новичков говорю. Чтобы мне не приходилось потом по вечерам и всем вот так вот сидеть и только по телефону объяснять то, что я там объясняю. Спокойно там посмотрите, чтобы я не повторялся, не тратьте мое время на это. Итак, договорились. Вечером 23 часа. В зум выходите. А кто-то мне позвонил и говорит, вот у меня комплекс, и я боюсь, что он выходил. Ну не выходи, а ну просто смотри хотя бы, чтобы я не повторял. Там же много людей, у кого инсульты были, у кого инфаркты были, кто ковид перенес, кто выходит из этого состояния. Я же всем помогаю. Ну посмотрите несколько ликбезов, чтобы я не повторял потом это все. Отдельно уже по телефону. Ну вот вы представляете. Итак, друзья, до встречи. Готовьте свои вопросы. Готовьте зум. До встречи. А, кстати, во, девушки мне там писали, как хорошо, что вы заросли, ну типа того, да? Мне нравятся такие. А другая написала, а мне нравится, когда вы бритенький, такой молодой. Я, чтобы всем нравиться, сделал вот так. Наполовину. Шучу, я же юморист. Итак, до встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.